всем большой привет ну вот подходит май месяц к своему завершению и я хочу снять отчет за этот месяц но и также за апрель месяц хочу объединить эти два месяца вместе и снять отчет сразу за два месяца потому что у меня часть апреля часть мая были не вышивальными и как бы особо то итоги в общем то не переходящий поэтому я буду снимать вот такой отчет сразу за два месяца ну и хочется начать с готовых работ а у меня она вот одна вышитая работа это мой сэмплер с подсолнухами я недавно выкладывала видео итоговая показывала рассказывала но еще немножечко об этом сэмплере он прекрасный яркий красивый очень легко вышивается душевная вообще разработка напомню что этот дизайн был взят из американского журнала 90-х годов вот представляете вот старенькая но снова обретает интерес и ну скажем так даже популярность потому что этот сэмплер действительно сейчас вышивает много девочек вижу в инстаграм и схемку у меня с моей страничке вконтакте девочки забирали скачивали много поэтому он я думаю будет еще вышиваться и вышиваться очень красивая разработка к сожалению я английском не сильная поэтому не дочиталась кто дизайнер что да как показываю сейчас вам немножко с близкого расстояния показать еще раз какие ровненькие красивые получились крестики на этой равномерной основе вышивать было действительно очень приятно и интересно тоже очень приятная но вот единственное долго вышивать на ней сложно устают глазки все это меленькая все это такое рябенькая конечно не так-так просто яркие ниточки здесь использовались вот сколько смотрю на эту подборку столько и знаете вот восхищаюсь очень нравится покажу немножко сердцевинку подсолнуха вот именно вот эти вот семечки они вышивались стежком смирно кросс это как бы два крестика наложенных друг на друга со смещением ну как четыре полукреста и поэтому получается очень объемно видите над крестиками эти семечки выдвигаются ну и конечно же французские узелки придают такую такую живость и лично изящно получается нравится мне лепесточки подсолнуха вроде бы как бы без особых переходов просто разноцветные лепесточки но ты так солнечно так радостно вот такой еще подсолнух бутон посмотрите как интересно передам мне очень нравится вкрапления вот этих голубеньких маленьких цветочков и 3 подсолнышек вот так лучше видно когда крестики и рядышком смирно кросс ну и здесь алфавит вышивался очень очень легко мне тоже очень понравилось вот так разными цветами вышивать буковки не заговорила что мне не понравилось вышивать вот этот узор потому что я перепутала вместо глади вышивала его тоже измерно кросс с использованием 1 4 креста ну нудно было но вот вышелась в принципе смотрится красиво без проблем рамочка замечательная рамочка кстати мне вышивалась пнк и что-то вот в подсолнухах было пнк а в вазе были пнк все остальное здесь дмс поэтому вот видите нитки нормальные я вообще их ниткам очень не так отношусь спокойно если я вижу что ниточка хорошо ложится мне в принципе без разницы какая-то марка я не привередливая вышивальщица рукодельница ну конечно все мы любим что-то особенно интересное вот такая у меня первая работа апреля и мая месяца в моей подсолнухе сейчас вам покажу следующие процессы так ну а следующая моя работа это алмазная мозаика сделала в апреле буквально за два за три дня в бегом бегом вот выложила этих замечательных лебедушек красиво получилось она уже немножко у меня выровнялась и и так храню в открытом всем варианте в специальном чехле чтобы она там постепенно выравнивалась потому что это не не специальная бумага это вот простая такая толстая толстая клеенка вы помните раньше мы покупали в рулонах на столы на дачу там вот такая как показать даже не знаю покажет камера или нет но это плотная плотная клеенка с нанесенным фоном и вот на нее я выкладывала мозаичку красивые лебедушки знаете мне вот понравилось иногда я думаю буду заниматься мозаикой у меня есть еще несколько работ несколько наборчиков точнее я тоже их выложу посмотрю понравится мне не понравится вот хочется купить еще именно со стразами вот с такими блестящими стразами здесь все-таки пластмассовые вот эти камушки они хоть и блестят но мне хочется еще больше блеска чтобы вообще прям было вот такая у меня появилась работка что-то новенькое в моем меню вышивальна и перейдем теперь к процессам и так мои текущие процессы но одним из текущих процессов действительно над которым я работаю это бисерный процесс от чаривной мыть большой был такой набор интересный здесь напечатанный фон и нужно вышивать арочным швом или швом назад и иголка как его еще называют набирая по три бисеринки и выкладывая их соответственно по нанесенным линиям здесь нет вот таких вот точечек привычных нам да где по бисеринке идет пришивка мы пришиваем а пришивается сразу по три бисеринки в начале было непривычно но потом я вошла скажем так в ритм и процесс пошел не нравится вышивать я набираю себе вот такие баночки у меня здесь есть вот такие баночки я здесь набираю значит бисер соответственных цветов вот сейчас я вышиваю персонажа с правой стороны у меня простите я пока не изучила эту картину чтобы рассказать кто здесь кто чуть чуть попозже я конечно обязательно это сделаю вот поэтому буду пока говорить так персонаж с правой стороны сейчас вышиваю голубые одежды и вот весь бисер голубенький я вот так приклеиваю сюда нами ручки сбоку откручиваются баночки вот так я их ставлю все эти баночки в ряд и потихонечку вышиваю вот сейчас взяла в руки и прям так хочется уже все расставить и немножко повышевать бисером давно и не вышивала вот с момента последнего отчета значит вышивалась у меня с левой стороны полностью вот два персонажа да на первом плане и вот сейчас я вышиваю с правой стороны немножко вот здесь вот что-то у меня выше к одежды желто золотым цветом немножко верху зеленым здесь также будет использоваться много разных камней и золотая нить очень интересная работа очень яркая красивая и этот процесс уже влюбовала моя мама ей он очень понравился возможно возможно я ей подарю ну когда выше оформлю возможно подарю и если мне понравится я себе потом еще раз куплю еще раз выше потому что это очень очень красивая и интересная разработка я думала и мечтала что я эту работу закончу быстро закончу в апреле потом думала то я в мае и за недельку закончу но как вы видите уже маята заканчивается процесс у меня еще движется и работы здесь много но я решила себя не гнать не вот там не наседает на себя что вот давай давай пусть идет как идет это душевный процесс здесь нужно потихоньку по чуть-чуть вот по настроению чтобы все шло так как надо вот она идет потихоньку значит так надо и пусть вышивается как вышивается я люблю вот иногда сесть и просто бисером по вышивать но сейчас меня затянули крестики на 14 конве потому что я очень соскучилась за крупным каунтом поэтому прям вот знаете не могу оторваться вот поставила станок на стол и все и прям даже не смотрю в другую сторону ну ладно так как я уже перешла рассказывать вам в моем другом процессе я отложу этот эту раму и покажу что же у меня в моем другом текущем процессе ну а следующий мой процесс над которым я сейчас очень активно работаю и он мне очень очень нравится эта подошка от фирмы панны называется эта серия стихии и я работаю сейчас над ветром размер работы будет 32 с половиной на 32 с половиной 180 на 180 крестиков дизайнер марина хромова очень известный дизайнеру фирмы пана покажу вам сейчас схему вот такой огромный лист он входит в кадр до входит вы видите что процесс у меня идет есть прогресс с момента последнего отчета у меня уже есть продвижение да может быть не такие большие как хотелось бы вот но что могу сказать что могу сказать здесь то практически половина и это меня очень очень радует вот конкретно половина находится вот здесь то есть мне чтобы дойти до половины это нужно заполнить с левой стороны маленькие фрагменты но я специально оставляю потому что я вышиваю по цветам и здесь идут группки цветов но с левой стороны я немножко не дотянула до половины то есть вот здесь будет вот так как то и все дальше уже поднимается и по полу кругу то есть вы видите на каком этапе я нахожусь вот тогда видно вышила здесь мельницу здесь уже нога такие ветер да вот это ветер получается соображен будет юбка у парня и дальше буду вышивать уже полностью вот этого парня и фон очень легко вышивается потому что 4 14 каунт белая канва все хорошо видно хорошо подобранные цвета такими группками идут интересно вот сажусь и знаете оторваться не могу а потом когда уже себя просто отрываю потому что нужно идти спать сядущую сдалека и вот смотрю думаю как красиво получается ярко как насыщенно да вы посмотрите сдалека вот через камеру особенно вот все видно нога хотя еще здесь вот с правой стороны бэкстича нет вот слева здесь я выполнила бэкстич потом нужно будет вот на кораблике сверху доделать бэкстич и а вот здесь еще мне крестик пропущенный так получилось не успела я его дошить и дальше здесь тоже будет бэк наверное прям сейчас я сяду доделаю все эти нюансы и буду уже перекручивать канву как мне нравится вышивать когда полностью вся канва помещается на станок не нужно ничего не подгибать не подкручивать не что-то придумывать вот натянул и красота и удовольствие получаешь у действительно от вышивки все удобно все классно вообще даже знаете придраться ни к чему просто сиди и вышиваю свое удовольствие в общем вот такой у меня итог на сегодня по моим процессам что у меня еще там было может быть что-то я уже и забыла если что-то и вышивала наверное не вспомню какие-то там маленькие процессики но тоже не важно самое основное я вам показала что у меня было буду надеяться что июнь месяц у меня будет более плодотворным хочется на это надеяться спасибо что вы остаетесь со мной за ваши комментарии за ваши лайки я желаю также вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч новым видео всем пока пока-пока